всем привет как всегда благодарю вас за то что пишите комментарии за то что вы здесь вообще находитесь в данный момент ну и за то что материально поддержите канал очень приятно спасибо большое а я сегодня весь день слушал фредди кинга покажу пластиночку вот эту называется она texas cannonball 1972 год так вот видно видно красивая красивая штука для тех кто не знает что такое фредди кинг скажу следующее послушайте стивера и воина которую вы наверняка знаете наверняка слышали многие любят даже послушайте питера грина послушайте эрика клептона там вы услышите все что играл фредди кинг к сожалению он помер в середине 70-х не помню в каком году прожил всего 42 года очень молодой не характерно для блюзманов хотя на самом деле все живут и умирают одинаково в пропорции какой пропорции по статистике такая же в общем смертность ну что я все смертности а со смерти бокс не музыкант жив до тех пор пока мы слушаем его музыку так что с фредди кингом все в порядке потрясающий совершенно гитарист ну я в каждом ролике говорю это потрясающее совершенно музыка это совершенно невероятное произведение это удивительные гитарист ну да я дело в том что я показываю пластинки которые находятся в моей на моих полках чуть не сказал коллекции какая коллекция никогда коллекции нет просто просто куча пластинок в нескольких шкафах так вот естественно я показываю пластинки которые я люблю и которые я считаю лучшими из того что записано в мире там на протяжении 60-х 70-х 80-х 90-х нулевых десятых и двадцатых конечно не все у меня есть самое лучшее но то что мне больше нравится частично удалось собрать ну а фредди кинге судьба у него очень интересная он родился в техасе и про техас упоминает постоянно недаром текса сканнонболл называется пластинка ну и не только это да и вместе мы переехал в чикаго где стал играть в блюзовых клубах довольно успешно перезнакомился с массой музыкантов музыкантов в том числе и там с мадди вот арсом кучей другого народа и очень пользовался определенным успехом в результат чего его привели в студию компании час рекордс там леонард послушал его музыку и сказал что контракт контракт он подписывать не будет фредди почему но леонард сказал что ну очень похоже на биби кинга зачем биби кинг уже есть мы второго не будем хотя мне кажется что нет совсем мне кажется не похож не похожа манера игры фредди кинга на биби ну так сказать в тот момент на тот момент времени было виднее видимо на час рекордс на час он поработал некоторое время в качестве сессионного музыканта в частности с хаулин и вулфом несколько песен у него есть записанных но контракта не было а играть то хотелось и главное что умел главное что мог здорово получалось но информация распространяется в америке также как в россии кстати так же как и везде и информация дошла до компании федерал в офис который и студии находилась находились в цинцинанте и фредди уехал туда вместе с другом пианистом в эту самую компанию федерал и там дело пошло причем пошло парадоксально и невероятно фредди кинг был виртуоз уже тогда уже в конце 50-х начале шестидесятых а конкретно в шесть тысяча шестидесятым и шестьдесят первым годах и записал перри записал инструментальную композицию под названием хайду вей 1960 году а модов в те времена была на инструментальные композиции типа the shadows и типа ventures в америке инструментальные гитарные небольшие полотна малые голландцы малые малые гитаристы и вот эта штука хайду и пользовалась таким бешеным успехом просто невероятно популярность было и кстати говоря не только 60 в шестидесятом шестьдесят первом году в америке а и потом уже в англии и в европе и хайду вей это так ну одна из основных композиций для любого начинающего блюзового гитариста если вернуться в америку то джимми воин брат стивера и воина говорил что если ты не умеешь играть хайду вей тебе нечего делать ни в одном блюзовом клубе не на одну сцену ты ты не пойдешь не попадешь если ты не умеешь играть эту композицию так вот бешеная популярность и компания federal в лице руководства сказала давай-ка фредди пиши-ка инструментальные композиции и ну контракт у него был заключен деньги все-таки какие-то он получал за это дело и он стал писать инструментальные номера и за пару лет написал около ста произведений инструментальных его все стали считать инструменталистом чистым хотя у него очень мощный голос очень сильный и хороший красивый настоящий блюзой но бабло побеждает зло как мы знаем хотя на самом деле не побеждает конечно добро всегда победит бабло в конечном итоге может быть этого не увидим но тем не менее около ста композицию написал и он говорил что я пишу эти вот свои истории музыкальные а там сидят несколько бухгалтеров и придумывают название к этим композициям потому что не хватало фантазии как их все называть вот это все добро и они придумывали самые какие-то идиотские названия печатали синглы их продавали и все ушло успешно до тех пор пока фредди чуть не сошел с ума игры что все хватит ту матч бро хотят заниматься этой истории хотя вещи были очень хорошие и вот на пластинке которая называется как всегда ранние года фредди кинга пластинка вышла по моему восьмидесятые годы прошлого века здесь собраны номера которые записаны в шестидесятом и шестьдесят первом году в том числе и хай давай последние здесь и вообще очень хорошие я очень советую если где-то увидеть вот этот альбом обязательно его купить потому что очень кайфовая музыка driving sideways первая пьеса знакомая нам по по не помню на каком альбоме джона майло по моему на crusade в исполнении микка тейлора она есть играли эти штуки мик тейлор соответственно играл питер грим играл эрик клептон играл стив рей воин кто только не играл эти композиции фредди кинга и здесь что здесь вот driving sideways i'm turned down песня с вокалом страны the strambl не помню кто из грандов белых играл эту песню the strambl не песню это инструментальная пьеса очень жесткая очень крутая мне очень нравится на второй стороне low tight произведение инструментальное очень насыщенное нотами очень много и очень очень круто все ну и high the way заключая завершает этот альбом тиры сборник то есть тут просто собирать ранние записи фредди кинга достаточно сложно потому что вот эти все инструментальные бриллианты они рассыпаны по синглом все и всякие разные сборники выходят где то одного нету другого нету пятого десятого всего их 100 штук и не все они хороши откровенно говоря поэтому лучше я не знаю мне вот оптимальный вариант такой хотя здесь немного вещей но все они хороши вот а я зарубился сегодня вот на этом альбоме опять-таки показываю 72 год после скитания по разным компаниям уйдя из федерал фредди кинг встретился с леоном расселом классным музыкантом клавишником певцом автором и продюсером и у него уже была своя фирма у леона рассела и леон рассел взял фредди не то чтобы под крыло потому что такого титана брать под крыло как-то даже неловко а они просто сошлись слились в экстазе и фредди записал несколько пластинок компании леона рассела леон рассел продюсировал играл здесь предоставлял свой материал даже и надо сказать что это удивительная работа потому что ли он рассел достиг здесь невероятного мастерства в подаче черного блюза для белого человека это идеальный черный блюз для белого слушателя при этом он остался черным никакая самобытность никакие нюансы никакие обертана из вокала там из гитарной игры из приема ничего этого не ушло но благодаря аранжировки благодаря какой-то вот благодаря структурированию какому-то рассел сделал идеальные альбомы вот эту пластинку сделал он всего по-моему три вышла с компания рассела вот этот альбом который ждет своего часа я про него отдельно расскажу это 73 год уже вот а первого альбома сразу у меня нет к сожалению ну что касается вот этого такси скан он был это просто ну просто вот ставьте на проигрыватель и зарубайтесь на целый день потому что я повторюсь это идеальный черный блюз для белого слушателя хотя на мой взгляд любой черный блюз идеален для белого слушателя но белые слушатели разные у нас не все не все маньяки такие вроде меня начинается с low down in lodi песня джона фоггерти немножко с другим названием но исполнена них исполнил по-другому конечно не так как у фоггерти да не так как в credence все-таки поет king играет не так как фоггерти но по-своему и очень здорово играет опять-таки вспоминается сразу стивера и воина и вот это вот то что играет воин играл всю дорогу это прямо вот цитирование фредди кинга очень круто reconsider baby песня лоула фулсона следующим номером вот там вовсю уже разворачивается гитарное мастерство фредди кинга и просто 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 фантастику big black woman песни леона рассела на фанковой основе и как-то как-то вся пластинка она как-то так вот развивается развивается энергия наполняется наполняется энергией наполняется с каждой песни прямо вот драйв растет 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 и приходит после big black woman к песне made my guitar где уже просто полный беспредел или он рассел на фортепиано глиссанда там страшными засыпает нас и аккордами и фредди кинг безумствует совсем уж совсем безумствует также как как примерно потом стал стивер и воин безумствовать и также как питер грин питер грин просто это если стивер и воин какие-то брал приемы игры то у грина просто куски цитирования просто вот этой кинговской истории в гитаре можно услышать если любите питера грина то милости просим а это это бит blind последний номер еще более беспредельная чем me and my guitar что тут скажешь но зато на второй стороне can trust your neighbor soul чистый друг запел человек играю на гитаре при этом опять-таки играю фразы которые того же у того же воина мы услышим все потом you was wrong песня кинга на фанковой тоже основе из бешеной гитары здесь гитарный дуэт здесь старый гитарист помогать не помогает а присутствует в аранжировке и кайфовейший гитарный дуэт и конечно how many more years песня Хаулина Вулфа прекрасная версия Энтон Саншайн и The Sky Is Crying которую на всех концертах играл и пел Рей Клэптон по-моему но здесь у Фредди его версия она более она если у Клэптона эта песня она такая немножко плаксивая The Sky Is Crying то здесь она совсем не плаксивая она достаточно жесткая получилось ну в общем очень советую а для тех кто совсем не в курсе и вообще мимо прошел то вот эта пластинка я советую с нее начать вышла она тоже в 80-х где-то а записи здесь двух концертов 74 75 года Лена Рассела здесь нет но здесь есть зато такая версия хайдэуэй от которой мозг и тело выносят просто куда-то в солнечные дали концерт начинается с бешеного пассажа гитарного и потом понеслась эта самая хайдэуэй которая сделала Фредди Кинга звездой ну собственно если бы не эта пьеса его сделала звездой он все равно бы стал звездой и просто один этот номер который длится здесь четыре с половиной минуты на самом деле в оригинале короче хайдэуэй а здесь это развернутая такая история на концерте просто ума лишится ну и дальше все здесь хорошо потом я расскажу отдельно об этом альбоме он что-то я его увидела прямо захотелось его захотелось поделиться в восторгами а то ведь пластинки а пока я пойду пить а вы все-таки найдите самый texas cannonball и начните с него да или не начните а просто вспомните эту музыку она очень хороша все я пошел пить пока